Призрак коммунизма управляет нашим миром От авторов книги 9 комментариев о коммунистической партии Предисловие Дьявол соблазнял людей не только в Эдемском саду. В настоящее время он по-прежнему соблазняет, запугивает и уничтожает людей в такой форме, что люди даже не догадываются об этом. Если оценивать ситуацию с позиции Бога, то дьявол уже захватил наш мир. Это процесс, когда люди, поддавшись соблазнам и по принуждению, непрерывно отдаляются от Бога. Этот дьявол и есть злой дух коммунизма. Коммунизм – это совсем не просто некое веяние, доктрина или неудавшаяся попытка людей найти выход. Это дьявол. Его также называют злым духом коммунизма. Он создан из ненависти и различной испорченной материи низких уровней Вселенной. Изначально он был в образе змеи, а в поверхностном пространстве проявляется в форме красного дракона. Он стоит в одном ряду с дьяволом, враждебно относящимся к праведным богам. Одновременно с этим он использует различных низких духов и нечисть, чтобы создавать хаос в мире людей. Конечная цель этого злого призрака состоит именно в том, чтобы уничтожить человечество. Чтобы когда придет бог для спасения людей, люди не верили в бога, чтобы нравственность людей испортилась до такой степени, что они отрекутся от бога и традиций, не будут понимать наставлений бога и в итоге будут отсеяны. У злого призрака очень много коварных планов, и они очень разнообразны. Иногда он самыми жестокими методами запугивает людей, которые не хотят следовать за ним. Иногда он обманывает людей, используя такие понятия, как наука и прогресс, рисуя красивые картины и таким образом склоняя людей следовать за ним. Иногда он создает иллюзию, что коммунизм – это глубокая наука, заставляя людей верить, что это будущее направление развития человечества. Иногда под лозунгами демократии, равенства, социальной справедливости и так далее он проникает в сферы образования, СМИ, искусства, юриспреденции и постепенно незаметно привлекает людей под свои флаги. Иногда он надевает вводящую в заблуждение маску социализма, прогрессивизма, либерализма, неомарксизма и различных партий левого крыла. Иногда он выступает под флагами претендующих на истинность и праведность пацифизма, экологизма, глобализации, политкорректности и так далее. Иногда он поддерживает авангардное искусство, сексуальную вседозволенность, легализацию наркотиков, гомосексуализма, чтобы люди попустительствовали своим желанием и ошибочно полагали, что это такое социальное веяние. Насилие и радикальные меры – это не единственные формы проявления злого призрака. Иногда он принимает облик родителя за всеобщее благополучие, однако его коренные вещи не меняются. Это желание любыми способами уничтожать все традиционное, включая веру, религию, нравственность, культуру, институт семьи, искусство, воспитание, законы и так далее. Он стремится лишить людей нравственности и вергнуть их в бездну, из которой нет возврата. Этот злой дух во всем своем разнообразии не только не исчез после распада Компартии в Восточной Европе, а наоборот, в настоящее время широко шествует по миру. Не только Китай, Куба и другие страны, которые открыто называют себя коммунистическими, но даже, как считается, стоящие во главе свободного мира США, также практически полностью капитулировали под натиском злого духа коммунизма. Что уж там говорить о Европе, которая становится социалистической, а также об Африке и Латинской Америке, которые находятся под контролем коммунистических сил. Это ужасающая реальность, перед которой стоит человечество. Замысел злого духа коммунизма по уничтожению человечества уже практически реализован. Все люди инстинктивно стремятся получить выгоду и избежать ущерба. Это заставляет их избегать бедствий, стараться выделиться из масс, создавать грандиозные предприятия или просто наслаждаться жизнью и так далее. Это не является ошибочным. Но как только однажды люди отойдут от Бога, эти их желания станут зацепкой для злого духа коммунизма, который будет обострять и усиливать их. Таким образом люди окажутся в его власти. При этом сумасбродство злого духа компартии, который идет против воли неба и богов, делает такими же сумасбродными и тех, кем он управляет. Они начинают безудержно стремиться к власти, деньгам, знаниям, чтобы играть роль верховного правителя, чтобы повелевать жизнями людей, находящихся под их властью, а также ходом истории, создавая некую общественную тенденцию. Людей сотворил Бог. В человеческой природе заложено добро и зло. Если человек отвергает зло и следует добру, то он может вернуться к Богу, а если наоборот, он движется по направлению к дьяволу. Этот выбор полностью зависит от самого человека. Мы заметили, что многие люди, которые еще не утратили своей природной доброты, постепенно и незаметно стали представителями злого духа коммунизма, или полезными идиотами, как их называл Ленин, которыми манипулирует злой дух компартии. Несмотря на то, что общество в целом, поддавшись соблазнам злого духа коммунизма, катится вниз и уже находится на грани уничтожения. Тех, кто по собственному желанию отдал свою душу дьяволу и умышленно разрушает человечество, все же очень и очень мало. Большинству людей, сохранившаяся в их сердце природная доброта, все же дает шанс избавиться от влияния злого духа. Это и есть цель написания нами этой книги. Мы постараемся простыми словами раскрыть эту непростую и глубокую проблему, чтобы люди могли распознавать все ухищрения злого духа коммунизма. И самое важное, чтобы когда в будущем людям проявятся установленные для них Богом нравственные критерии, культура, искусство и другие традиционные вещи, люди сделали правильный выбор между Богом и злым духом. Как только у человека возникнет добрая мысль, боги сразу помогут ему выйти из-под контроля дьявола. В процессе распознавания уловок дьявола читатель должен глубоко задуматься и ясно различить их. Мы постараемся с абсолютно новой точки и под другим углом зрения заново воспроизвести и детально рассмотреть последние несколько сот лет истории человечества и подробно проанализировать, как дьявол под разными масками и разными способами захватил наш мир. Пробуждение и активное избавление от зла, а также возвращение к установленным людям Богами традиционному пути и форме жизни, зависят от самого человека. Бог непременно одержит победу над дьяволом, а от того, на чьей стороне мы будем стоять, зависит то, каким будет вечное пристанище нашей жизни. Продолжение следует...